Итак, друзья, всем привет! Вы на YouTube-канале Вася Пешеход, и мы продолжаем. Сегодня я расскажу еще об одном воспитаннике Владислава Серафимовича Левникова. Это Сергей Наперковский, человек, который приложил руку к победам юных футболистов Динамо Брест над Атлетико и Реалом. Так что, погнали, будет интересно! Привет! Расскажи, пожалуйста, о своих первых шагах, откроем ноги росли, как тебе попал в футбол, о своем первом тренере, ну и о своем начальном футболе. Ну, во-первых, добрый день! Ну, первый тренер очень колоритная фигура, интересная, это Левников Вячеслав Серафимович. Попал вообще чисто случайно, можно сказать, ну, как раньше дети, в основном все в футбол бегали, во дворах, где-то на каких-то полях, ну, где можно было найти, поставить ворота и где можно было мяч подгонять, то есть, всегда это так проходили. Был стадион, магазин, и за магазином стадион. Получилось так, мы с другом, можно сказать, шли в магазин и услышали крики детей. То есть, возраст какой-то, эмоции, шум, гам, стало интересно, ну, пойдем посмотрим. Ну, зашли, посмотрели, так вот, как мы попали в футбол. Зашли, посмотрели, поинтересовались, тренер подошел, спросил, сколько лет вам, интересен ли футбол. Да, вроде интересно, меня за одну команду отправил, друга за вторую. Там буквально игра какая-то проходила. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, просто группа людей была, ну, детей пришло на отбор, одни с одной стороны, одни со второй, футбола мало было, ну, азарта, интересно это было. Ну, так получилось, что тренер пришел, сказал, жду тебя завтра, только, как говорится, в туфлях не приходи, потому что было да в туфлях, в спортивных штанах, ну, красотки на туре было тяжело, какие-то купить бутсы вообще, как бы разговор даже не шло. Говорит, только вот бери кеды, а как он, не кеды, а бери кедики с собой, кедики и приходи. Ну, вот так вот на следующий день, опять же, с другом мы пришли. И с тех пор футбол у нас, как говорится, так вот по жизни идет. В какой возраст попал ты? Это было, ну, лет шесть. Лет шесть первых шагов. Да, да, да. Не, ну, первые шаги старше братом, пытался за ним как-то бегать, где-то дома, где-то с друзьями, но я имею в виду, как бы так уже более серьезно, это, ну, да, с шести лет, можно сказать. А чем ты еще помимо футбола в это время увлекался? Фу, чему только не увлекались в это время. Так, пробовали, и плавание пробовали, пробовали. Ну, я говорю от лица, ну, от детей, не конкретно от себя, от лица всех детей, которые, как правило, во дворе гуляли, где-то шли, в своей компании шли конкретно к какому-то виду спорта. Кто-то сходил один, приходит и говорит, слушай, ну, был там, допустим, на стрельбе, все, мы собрались, пошли все на стрельбол. Потом приходит, говорит, слушай, был сегодня в бассейне, плавал, класс, вообще супер, пошли туда, все, идем в бассейн все. Потом приходит, говорит, о, там в теннис, большой теннис у нас был в парке, говорит, о, это большой теннис играет, представляешь, там еще витамины дает, когда, ну, если дети приходят после тренировки. Все, пошли туда, то есть, ну, было интересно. Ну, так пробовали себя, метод, как говорится, пробовали ошибок, поэтому Пышев все-таки футбол взял свой вверх. Там были команды вид спорта, очень интересен. Сдружились как-то так тоже мы, не знаю, может повезло, что коллектив у нас был хороший, дружный, так вот мы как-то нашли друг друга себя быстро, поэтому нам было всем интересно. Твои родители, насколько они повлияли на твое сломание как футболиста, кто больше, когда уделял внимание, был, может, на тренировках, на каких-то соревнованиях? Ну, в детском возрасте, в детском возрасте, я даже не припомню, потому что мама или папа были на стадионе, как правило, интерес стал у родителей, но уже когда постарше стал, в раннем возрасте интересно было, то есть не то, что, как так это правильно сказать, интерес, азарт у родителей, я думаю, что все-таки более-менее стали проявлять интерес, но они думали, что, ну, походит, походит, как обычно, и закончится этим футболом, ну, как это говорится, страсть, вот сейчас накушается, насытится, ну, и закончит об этом. Ну, когда прошел один турнир, где-то что-то мы выиграли даже, по-моему, в турнире, там, ну, в тройку вошли, как сейчас помню, это был зимний турнир, тогда Советский Союз еще был, команда, то есть со всего Советского Союза, я помню, там и с Украины команда Жутомира была, и Динамо Тбилиси была, и с Москвы, только я не помню, какая команда была, то ли Динамо, то ли Спартак, ну, турнир был хороший такой у нас, приезжали, играли мы тогда турнир, я говорю, только какое-то призовое место в первом турнире заняли, и потом у нас получалось, это были осенние каникулы, были, и следующий турнир у нас был на зимних каникулах, мы тогда его выиграли, этот турнир, ну, вот тогда, после этих турниров, я так понимаю, что более родители поверили, стало интересно, ну, и увидели, что уже, как бы, у меня более интерес проснулся, то есть, где-то, если я мог где-то профилонить, да, там, проспать или еще что-нибудь, то есть, ну, папа напоминал, так, сынок, либо мы занимаемся, либо мы не занимаемся, то есть, такого не было, что либо мы ходим, либо мы не ходим, конкретно, да, идем, либо да, не идем, такое, так, либо мы ходим, то ходим, то не ходим, то интересно, то неинтересно, такого нет, путь добр, занялся в дело, иди до конца. Были ли какие-то напихи со стороны деда во время веса там опаздывал на тренировку? Нет, такого наказания, он вообще у нас наказывал, я даже не припомню, что он кого-то наказывал, честно скажу, то есть, настолько был грамотный человек, как человек, как тренер, то есть, с ним, во-первых, можно было на любую тему поговорить, который на то время интересовался, но в пределах разумного, как дети, он всегда выслушает, всегда даст дельный совет, конкретно дельный совет даст, а что где-то какое-то наказание, я даже не помню, ну, мог там сказать, там, сорвание, с пальчиком погрозит, там, что-то такое вот, ну, тоже в пределах разумного, то есть, оскорбления от него я, допустим, лично никогда не слышал, и я думаю, что с нашей команды ребята то же самое надо сказать, что, ну, не было такое, он мог, возможно, он в душе на кого-то злился, возможно, обида у него была, обида, я говорю, ну, чтобы у нас там, мы опоздали, там, по какой-то причине мы приходили всегда, то есть, у нас не было такой, что мы приходили там и утаивали, там, ой, мы там опоздали, допустим, там, автобус не пришел, там, или еще что-нибудь, нет, мы ему приходили, говорили, как есть, то есть, у нас было доверие, мы друг другу доверяли, и он знал, что, как бы не было, лучше горькая правда, чем сладкая рожь, поэтому, у нас как-то в этом направлении не было, с опозданием, с наказанием, ничего такого не было. Какие три качества, которые, наверное, ты бы, наверное, выделил, первое выделяем? Иначе три качества, ну, я могу сказать, это самое первое качество, это уважение, уважение к ребенку, ну, я говорю, потому что мы на то время были дети, уважение, вообще, уважение к человеку, это, как бы, это первое качество я могу выделить, потом профессионализм я могу выделить, конкретно, вот, что касается футбола, человек был, на самом деле, с большой буквы профессионал, к своему делу относился настолько, ну, как я уже сейчас понимаю, средним грамотно, настолько, он очень любил пунктуальность, он любил, чтобы у него все было по полочкам, все разложено, то есть, такого не было, чтобы он пришел литировку и забыл какое-то упражнение нам дать. Человек конкретно готовился, человек конкретно знал, что сегодня направленность у нас такая идет, сегодня такая направленность идет, то есть, он грамотно к всему подходил, поэтому, говорю, профессионализм на карботе, то, конечно, у него просто много было, тут можно перечислять, долгий вечер, как говорится, называть. То есть, топ-3 никак не выделить? Да, топ-3 не выделить, тут у него качество было настолько, что, я говорю, их можно просто доброта, то есть, ну, все что угодно, то есть, все, у него было очень много хороших качеств, поэтому, ну, человека с нами, к сожалению, уже давно нет, но до сих пор мы, говорю, с теплотой от нем отзываемся, я думаю, что в дальнейшем так же будет. Давай тогда с тобой поговорим о твоих переходах. Из детского футбола в юношеский, какой он был, и в плане игр, какие соревнования проходили уже, какие у тебя запомнились? Из детского в юношеский? Да. Дебют, может, за какую-то команду по юношескому периоду? Ну, по юношескому команду и по юношескому футболу. Такового дебюта, я бы не сказал, как бы все оно было ярко в детстве, запоминающееся. Где-то что-то могло, я бы, ну, может, притупиться, забыться, но конкретно мне запомнилось одной ситуацией, которая у нас, не ситуация, а, можно сказать, такой мини-турнир, игры. Мы поехали в город Минск и играли с командами города Минска. Вроде и турнир не там даже не турнир был, а, как можно сказать, Вячеслав Серафимович договорился с командами, которые в Минске. Смена «Динамо» Минск, «Торпеда», «Юность». Вот с этими всеми командами мы в течение недели играли, то есть у нас удовольствие, как мне, как я, ну, я так понимаю, мне это точно доставило, как команде всей нашей, то есть настолько мы вот именно после вот этих игр стали более, более… Случением? Да, более, более доверять, возможно, в каких-то там, ну, в футбольных я имею в виду, в каких-то ситуациях. То есть, конечно, как по-девски, обычно ты мяч взял, ну, и на себя надеюсь, там, и в виду там двоих-троих. Ну, и, как говорится, есть мяч, есть ворота, все, значит, мне надо перейти к воротам, то тут уже осмысленно пошло, что есть партнер у тебя, что ответственен не только за себя, ты за партнера ответственен. Поэтому вот после этого турнира, ну, немножко раньше мы еще ездили в Слуцк, в Луцк, на Украину, в Луцк ездили. Тоже играли турнир, тоже здорово, тогда мы сдружились. Босяки были, конечно, честницей, скажем, да. Хороший турнир был, тоже ребятами, думаю, закрылась, как и мне. Мы этот турнир через много-много лет вспоминали, и один, и второй игры вспоминали, ну, уже постарше. Да хватало, турниров и игр хватало, то есть, ну, можно выделять тоже, то есть, полвечера сидеть, выделять. Ну, мне, допустим, в Слуцк, сам запомнились вот эти два турнира. Который проходил в Минске и в Луцке. Да, в Минске и в Луцке проходил на Украине. Вот, интересно. И, получается, вот твой переход именно с юношка в большой футбол, какой он был у тебя, какой матч, может быть, запомнился, первый матч какой был, получилось ли тебя забить, какие были эмоции получены в те минуты, когда тебя вот бьет и не разовет? Ну, если касается, что касается первой лиги, именно, когда команда была коммунальник, тогда была очень хорошая команда была, и ребята многие хорошие, очень хорошие были, там, за сбору мы поиграли, там, Вася Маназур и Олег Страханович, мы тогда вот молодые были. Хорошая была команда, Сергей Домашевич, можно назвать легендой, кстати, пинского футбола, хотя он самым родом слонится, Коля Комков, Виталий Кирилко, то есть, ну, как бы очень много было хороших футболистов. А запомнилась первая игра, волнение, все трясется, не затупить, не навредить, как говорится, эмоций много, желаний много, как говорится, толку мало. Ну, толку мало почему, потому что, как правило, первые игры, они, как обычно, все приходят, проходят, пролетают, нужно сказать. Волнение, где-то стресс, адреналин больше играет. Ну, то, что касается первой лиги, вот запомнилась первая игра, конечно, вот волнительно, да, гимн, значит, гимн играет, и ты чувствуешь, такой вот приход, у тебя мурашки идут, как будто ты знаешь, что в другой мир попадаешь, отключаясь от всего трибуны себе кричат, там, команды разминаются, фанаты себе кричат, и ты понимаешь, что в другой мир попал. Интересно было на самом деле. А высшая лигия запомнилась, запомнилась игра, игра, игра. Наверное, тоже первая игра, я так думаю. Очень было интересно, тоже очень волнительно, была, команда у нас тогда была молодая, много еще людей сейчас, которые остались тренировать в большом футболе белорусском, это Ковальчук Сергей Петрович и Прокопюк Андрей, по вселенной команде тогда, вот эта первая игра была, интересно у нас было, играли со славой Мозырь, просто проиграли тогда, в то время Рома Василев был, считался очень нападающим, такой неприятно был для всех команд, которые он помного забивал, очень много неприятностей доставлял, защитникам, ну, я думаю, тут уже все звезды проходят, если не скажешь, про Ромут Генго и все, как говорится, вроде, ну, вот мы играли тогда со славой, очень хорошая команда была, мы тогда чемпионами стали в этот 2000 год, да, поэтому, я думаю, скорее всего, это командоволнение тоже было, ну, волнение в высшей лиге, как-то так, первое касание мяча, передача, ну, все, улетучилось, а так до игры тоже, ну, волнение, много зрителей пришло, в Бресте всегда много зрителей ходят. Сколько тебе понадобилось времени, чтобы ты уже выходил на поле с холодной головой, как более такой профессионал? Более как профессионал? Да. Без первой игры? Потому что у тебя сразу, ты понимаешь, что ответственность за себя, за партнеров, в общую команду, за болельщиков, которые пришли на стадион болеть, поддерживают родную команду, то есть тут говорить, сколько времени понадобилось, тут сразу ты понимаешь, что вливаешься и все, у тебя ответственность. Расскажи какие-нибудь интересные истории, там, не знаю, смешные какие-то, какие были вот с тобой и именно вместе, в компании с Олегом Страхановичем, с Вовой. Рассковичем? Да. Да вот, можно сказать, у нас не то, что история была, мы как-то приходили на тренировку, на тренировку у нас было поздно вечером, зимой. Кросс у нас, по-моему, был, мы собирались, и ребята тоже, там, Виталя, Виталий Шнухай, по-моему, или Вадим Побережный, тоже спрашивал, там, Херафимович такой, так, все, там, ну, Кросс пробежали, мы переодеваемся, он говорит, так, ребята, завтра на тренировку, ну, а как раз снег, зима тоже, кто-то, я не помню, вот, или Вадик, или, кто-то с ребят справа задает вопрос, и говорит, Слав Серафимович, он говорит, там, какая бы погода не была, все приходим, говорят, если там пурга будет, он говорит, Серафимович такой, ребят, пурга не пурга, все на тренировку, ну, посмеялись об этом, и все приходили, все, ну, вылаживались, выкладывались, то есть, ну, таких, как бы сказать, интересных, ну, можно, на камеру такое рассказывать, ситуации разные были у нас, очень было интересно, когда нам, допустим, все живутцы повыдавали, с мозолями мучились, все там труду клеили, то есть, ну, таких, как бы, были нюансы, смешных, ну, у нас команда была не то, что мы могли друг друга пошутить, но такого сильно смешного я даже не припомнил, то есть, опять же, шутки были в пределах разумного, то есть, никто на личности не приходил, опять же, уважили нас было друг к другу, поэтому, ну, я такого сильно смешного не припомнил, всего хватало, как говорится, ну, чтобы что-то такое, все, весь, все десять лет, да, можно сказать, которым мы занимались Серафимовичем, то мы не знаешь, как на одном дыхании проходили, прошли, то есть, то есть, было все интересно, всего хватало, да, где-то обиды, да, где-то и разочарование, возможно, от своей игры, возможно, от того, что партнера подвел, еще какие-то ситуации, ну, хочу сказать, что все потом дыхание прошло. Первый свой трофей помнишь вообще? Именно вот, чтобы так, вау, аж? Первый? Да. Знаешь, как говорится, первый поцелуй всегда запоминается, да, первая медалька, наверное, запоминается, ну, я рассказывал уже в детстве, турнир был, когда я спрашивал про родителей, да, наверное, вот эта первая, она была очень-очень дорогая, потому что она была первая, и ты понимал, что, она очень дорогого стоит. Во-первых, это у тебя еще, в детстве вообще футбол, это как хобби, как увлечение, понимаешь, было, потому что ты уже, ну, расставишь, подписываешь контракт, уже ты становишься профессионалом, тут немножко другое. А вот именно тот момент, когда ты, знаешь, по-детски у тебя в голове обалдуешься, рванец, понимаешь, то есть, ты кайфуешь, у тебя нет никаких проблем, которые возле тебя, у тебя только есть футбол, и ты этим живешь, ты этим кайфуешь от этого. Ну, плюс после того, что еще единомышленники такие же, как ты сам вокруг собирается. 15 человек, ну, 15-20 человек команда, да, и все так же мыслят, как ты все так думаешь. Кусал медаль? Кусал. Ты знаешь, я не то, что я кусал. Не кусал, не облизывал. Ну, я тебе честно скажу, вот, я ее положил сюда, да, и я дома зашел с таким гордым видом, ну, я минимум Лигу чемпионов выиграл. Мы тебе серьезно говорили? Это было для меня возможно, что на тот момент тут как уже Лигу чемпионов выиграли. Представляешь, я думаю, прихожу, мне там дали медаль, дали диплом, диплом или грамоту дали, я уже точно не припомню. Я с той медалью прихожу, одеваю на шею. Представляешь, как мне гордость? Я с медалью по подъезду домой захожу, а отец, ну, красавчик, молодец. Так, спокойненько. Я как бы вроде бы похвалил, а вроде бы ничего не сказал, но, честно говоря, я был очень горд, очень счастлив, что там получилось. То, что я выиграл. Потому что команда, знаешь, все равно вместе выиграла. Это бывает. Те же эмоции ты получил когда-то уже в большом футболе? Где-то в юношеском? Или уже это что-то было чуть другое? Да нет, это уже было другое. Это уже было осознанно, ну, сильно направлено. Там это детские эмоции. Это немножко другое. Взрослый футбол, это, можно же говорить, это уже профессионализм у тебя. Это другое. Ну, мне, конкретно мне запомнились вот эти вот моменты, которые надолго. Сергей, скажи, пожалуйста, когда у тебя пришло и понимание то, что ты хотел бы стать детским тренером по футболу? Понимание когда пришло? Да. Ну, я думаю, это, скорее всего, это был 2015 год, когда я получил первый опыт тренерский. Это была команда «Черная пантера». У них возникла проблема с тренером. Старший тренер, который их перевел на протяжении этого периода, его пригласили в футбольный клуб «Волна», и он не мог совмещать работу в футбольном клубе «Волна» как главный тренер, и работать с детьми. То есть, ну, выбрал, выбрал, выбрал работу с футбольным клубом «Волна», ну, а дети, можно сказать, остались без тренера. Поэтому родители обратились ко мне на то время. До этого у меня опыта вообще никакого не было, честно скажу. И вот так мои первые шаги в тренерской, как говорится, до старости были. Какой должен быть тренер? Ну, там потихонечку будем уже разбирать какие-то моменты. Какой должен быть тренер? Ну, во-первых, мне повезло, ну, я говорю, повезло пообщаться с многими тренерами на протяжении своей небольшой тренерской карьеры. Отдельное спасибо могу сказать Хосиневичу Павлу Михайловичу, который пригласил меня в Академию «Динамо Брест». У нас были испанцы Давид, и Давид Деграся, и Армич был помощник. Давид был директор, ну, отвечал за всю Академию, что касается спортивной части. А Армичи – это я по физподготовке. Плюс были белорусские тренера Юра Водовозов, потом Илья Кононов к нам присоединился немножко попозже, Андрей Кипра, тоже был возрастом в футболе. К нам пришел Ковалюк, Бресткин, Сергей. Играл за «Динамо»? Да, да, да. За «Динамо» играл, за многих белорусских клубов поиграл. Дима Федорцов. То есть, ну, было много интересных тренеров. Общение тоже среди тренеров было очень интересное. Тренер всегда должен быть справедливым, ответственным. Помнишь своих ребятишек, которые тебе дали для занятий? Какой год был? С какой период времени ты с ними провел? Какие получил эмоции? Может, какие-то воспоминания с выступлений где-то на турнирах? Да. Изначально, когда я пришел в Академию, уже были ребята набраны. Был третий год, 2001 год, 2002, 2003, 2004 год. Ну, и такая, как можно сказать, 2004 год. И в этой команде были и 5-го года ребята, и 6-го года ребята были. То есть, ну, такой вот, как винегретик такой легкий был. И мы, мы, говорю, потому что со мной еще тренера тоже приходили. И мы очень какую-то продолжительность, продолжали... Часть времени мы наблюдали за тренировочным процессом, потому что испанцы Давид Даграси поставил так, что мы должны потихоньку влиться, посмотреть их требования, как они ведут тренировочный процесс, как они общаются с ребятами. То есть, ну, какое-то время мы просто наблюдали со стороны, помогали тренерам. Ну, и в дальнейшем, в дальнейшем прошел у нас отбор. В Бресте был фестиваль, который проходил. А, да, помню. Дети отбирали, да. Мы после этого в Горках был фестиваль. Тоже мы детей отбирали. И вот после уже этих фестивалей двух мы набрали тогда ребят пятого года. Отже отдельно была четвертая команда года была отдельно. И пятого года мы набрали команду отдельно. И вот тогда мы доедали команду пятого года. Ребята. Ну, в дальнейшем, может, слышал, там, в Испанию есть линия. Да. С Реалом играли, с Барселоны, с Атлетико. Турнир в Шотландии выиграли. А первый турнир, который я с ними играл, это была лицензия по 2005 год. Но мы играли лицензию годом старше. То есть, ну, мы младше были, 2005 играли, по 2004 году. Получилось так, это первый раз как бы турнир был. Был еще турнир, в 2005 году мы поехали в Литву. Тогда, к сожалению, проиграли в финале по пенальти шведам. До этого играли по пути итальянцев, финнов. Хорошие команды с Литвы, с Латвии, с России. То есть, ну, турнир был хороший интерес. Единственный формат был очень тяжелый. Ребята очень сильно уставали. По три, даже было по три игры в день. Надо было варьировать состав. Давать ребятам отдыхать. То есть, ну, три игры в день – это очень тяжело. Очень тяжело. Были такие игры, что просто дети валились. Игру сыграли. Падали. Встать потом не могли какое-то время. Мы их поднимали, ходили. Но эмоции, конечно, тогда тоже получили. Очень хороший заряд эмоций получили. Турнир. Но чуть-чуть там не хватило. Но опыт холостального получения, можно сказать. Турнир смотрел сейчас. Проходил. Сборная Беларуси играла 2005 года. В Минске. Семь или шесть воспитанников было. Могу ошибаться. Но большая часть сборной была с воспитанниками 2005 года. Динамо Брест. Которые изначально начинали. Ну, был я с ними. Так получилось. Потом передали другому тренеру. Кто-то из них остались. Нет, все ребята. Все ребята остались. Которые были. Ну и более тогда. Все остались ребята. Которые еще добавились. Сейчас. Дай Бог. Удачи. Меньше травм. Побольше, как говорил, положительных эмоций. Успехов. Я думаю, у них все получится. Очень серьезные антропометрические данные у нашего галкипера. Гомонов налево. Роман Гуща. Один на один. Выход. Удары. 2-0. Вот это да. Нужно спокойно вынести сейчас просто мяч подальше от своих ворот. Перестроится. Ох, здорово. На скорости, как Тимофей Мартынов уходит. Обходит вратаря. Бьет поворотом. И 3-0. Шестнадцатая минута. Тимофей Мартынов дубль оформляет. Вот тебе и вынос. Помнишь, как тренер, свой первый трофей какие эмоции были? Эмоции? По правде сказать? Да. Я не мог разговаривать. Настолько, как это можно сказать, влился в игры, в турнир, что усталость была настолько колоссальная, что эмоции, можно сказать, такое белорусское слово есть, млявость. Очень сильно уставший был. Очень. И тогда какой-то там, можно сказать, естественно, что в душе я был рад, был доволен за ребят, за команду. То, что самое главное в таком возрасте не трофей, не результат. Самое главное, чтобы дети понимали, что нужно учиться, нужно играть в футбол. На первом плане не стоял конкретный результат, выиграть какой-то трофей, какой-то турнир обыграть. Должны они понимать, что это твой путь, твоя работа, которую ты проделываешь, это фундамент, который ты залаживаешь, закладываешь себе на дальнейшую футбольную карьеру. Ты проходил некоторые обучения, получал колоссальный опыт, насколько я знаю, от иностранных специалистов, которые приезжали, их приглашали в Динабрест. Да, руководство. Александр Николаевич приглашал очень много хороших специалистов, как и игроков, как и трениров. Очень полезный опыт, очень, очень полезный опыт, еще раз повторюсь. Ребята многие вещи раскрывали, в которых, знаете, есть такое понятие, как, ну, когда тебе о футболе знаю все. Ну, когда ты начинаешь разговаривать с тем же Марселом Личкой, Хонда Рамоск приезжал, так интересно у нас, как Хески. И первым планом, ребят, все тренера и игроки, ребят, нужно знать зубы, работать, до последней капли, как говорится, крови, работать, работать, все приходит через по, через работу, только так. Сергей, давай тогда немножко поговорим по теме связи тренера-родителей, как она проходила у тебя во время частной школы, да, твои первые шаги были в тренерской работе. В академии, в чем отличие, возможно, какое-то было, то есть преимущество где-то больше? Это когда частная школа, да, когда академия? Ну, конечно, различие между частной школой и академией-то, ну, колоссальное. Почему? Потому что мы знаем, что каждый родитель в своем ребенке видит Роналда, Месси, Бензема, Неймара, кого угодно. Он только не видит то, что у него под носом творится. Он всегда, родители, это такой же диванный эксперт, можно сказать, правильно? Они разбираются во всем. На самом деле, я бы посоветовал родителям не мешать тренерам, тренеру, тренерам, когда идет тренировочный процесс. Где-то какие-то нюансы, возможно, ну, возникают в плане дисциплины, в плане игры. Если родитель бы хотел, чтобы как-то его ребенок там лучше выглядел, терпение, родители, наберитесь. Наберитесь терпения, доверьтесь тренеру. Просто не мешайте ему работать. Потому что, как правило, если какой-то турнир идет или игра какая-то идет, ну, крик гам стоит такой, что там ребенок тот не знает, кого ему слушать. То ли родители слушают, то ли тренера слушают. То есть, есть такое, как сказать, ну, давай рисуем там вот круг, да? Есть круг, вот один круг, это у тебя дома. У тебя тренер дома, это родители. Мама, папа, это вот, да? Есть второй круг, который какая-то секция, возможно, там, группа, школа, возьмем, да? Вот возьмем футбол, тренер конкретно, да? Вот это круг, это поле деятельности тренера, в который родители не имеют права вмешиваться. Какие-то нюансы, да, возможно, можно поговорить, родителям объяснить. Тут же опять же надо найти общий диалог между родителем и тренером, как между тренером и ребенком. Часть, насколько она важна и насколько тебе удавалось в тренерском процессе это все произвести? Ну, мне повезло и с родителями, и с ребятами, которые у меня были, я могу сказать со всеми, которые у меня были, и родители их. Мне повезло в том плане то, что, когда мы разговаривали с родителями, я им доносил свою точку зрения, да? Родители понимали, что мы, это ваше поле деятельности, здесь вы занимаетесь. Я со всеми ребенком могу поговорить, как вот и соведать дома. Что касается футбольного поля, вот, есть тренер, ты слушаешь тренера, и все на этом заканчивается. Пробуем раскрыть тему для родителей, чтобы они немножко понимали, да, и в плане, вот, расскажи, начнем с предыстории, да, вот, твой опыт и родительских тренировок были ли они, родительские тренировки, то есть, по присутствию родителей, это в частной школе и в академии? Ну, в частной школе родители, как правило, в основном многие присутствовали на тренировках, но мы сразу договорились с родителем, то, что они не имеют социировочный процесс. Все после тренировки, что они хотят сказать, либо мне, либо детям, они это говорят, но на тренировке ни одного слова не было. Что касается в академии, примерно то же самое, родители приходили на тренировки, они присутствовали, находились на трибуне, тренировка заканчивалась, они после тренировки могли подойти и к тренеру поинтересоваться, к Давиду поинтересоваться, что касается его ребенка. То есть, ну, к любому тренеру обратиться и задать вопросы, которые их интересуют. Как правило, занимался это старший тренер академии, Давид, был диалог в академии. А вообще, присутствие родителей на тренировке, как бы, я честно скажу, что, ну, я негативно к этому отношусь, потому что многие родители, как правило, не сдержанные, как правило, пытаются своего ребенка то ли постигнуть, то ли направить. Ну, не надо этого делать, потому что ребенок и так переживает. Когда папа пришел, мама пришла, сестра пришел, брат, он уже волнуется, у него уже, он отвлекается, он хочет свои лучшие стороны показать. Иногда это играет плюс, идет ребенку, а иногда минус. Поэтому, хотите посмотреть, вот игра есть, придите, посмотрите вашего ребенка. Это как бы совет даже родителям, что я считаю это правильно. И своего ребенка, если бы я отдавал любому тренеру, да, я бы тоже самое отдал бы, и я бы не вмешивался в тенировочный процесс. Какой-то совет я дома мог бы дать, но что касается на поле футбольном, либо в другой какой-то, ну, другой там, в виде спорта, либо кружки. Насколько важно, чтобы всегда были связаны штурки? Это очень важно. Это, опять же, ответственность, собранность. Например, мама выбегает с трибуны сына. Вася, Петя, Коля, беги сюда, аж на ручки завяжу. Но мама же не выходит на футбольное поле, не играет за этого ребенка, правильно? Она же не какие-то общения с детьми, она же не ведет вместо этого ребенка на футбольном поле. Она зритель, она болельщик, она, скажи все, мама, не надо этого делать. Дети должны привыкать к ответственности. Не завязал шнурок, ты подвел себя, подвел партнеров по команде. С развязанным шнурком пробегаешь какое-то расстояние, тебе соперник наступает на шнурки, ты падаешь, разбиваешь себе нос, получаешь травму. Мама на трибуне с папой плачут, ребенок плачет, разбил нос, тренировка закончилась. Поэтому это, как можно сказать, твоя подготовка к тренировке, к игре. То есть тот, кто должен быть готов на сто процентов. Вспомни свое детство. Насколько серьезно подходил вам Серафимович, дед, перед тем, как вас выпускать на тренировку? Он очень серьезно подходил. Для него не было разницы. То ли это игра, то ли тренировка. Он всегда подходил очень ответственно. И к нашему амбулированию можно сказать. Если кто-то приходил где-то в каких-то рваных штанах, он обязательно дал замечания. Штаники тренировались, либо шорты, либо носки рваные. Это всегда было замечание, но не оскорбление. Это было замечание, не унижение. Это было замечание. Поэтому я говорю, что мы его очень сильно уважали, очень сильно ценили, как тренера, как специалиста, просто как человека. И были такие моменты, что приходил, возможно, невозможно, а ты приходил на тренировку, в попыхах что-то забыл там, собирался так, по-быстрому, как правило, со школы приходил, особенно в старшем возрасте. Сгреб, сгреб сумку и побежал. Приходишь, блин, там носки, гетры забыл, шорты забыл, еще что-то. У него всегда были и шортики, и гетры были, и маечка, и балонька. Кто-то забывал, но он понимал, что это дети, тут все может быть, успех. А вообще на тренировку собирались, честно скажу, даже с вечера, лучше, чем в школу. В школу могли, там, знаешь, там, ни книжек не взять, там, дневники, вообще не говорю, там, кто брал, а кто не брал, ну, все бывало. А вот на тренировку, соответственно, все собирались. Ну, и Серафимич еще такой момент был с щитками, да? Конечно, конечно. Не выпускал играть и на поле, и пока не было щитков? Да, было такое, было. Бывало, и на тренировку не выпускал, и... Ну, как он не выпускал? Тренировка-то шла, но у тебя отдельно могла быть тренировка. Команда отдельно тренируется, а ты можешь отдельно тренироваться. То есть, он не у меня, он давал тебе мяч, давал ей задание небольшое. Да, 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 было такое, было. Не говори, что так это было всегда, но было такое. Был какой-то промежуток времени ты занимался, потом он видел, что у тебя глаза начинали, как это, не то, чтобы потухать, а опускаться. Он объяснял тебе, что нельзя так делать. Ты должен нести ответственность, ты должен быть собранным. Ты же в ответе за себя, за команду, за партнеров. Так что будь добр, уже в игру тебе давал-то играть. Ты уже... Ты уже бежал там с эмоциями. После того, как ты получил колоссальный опыт в своей игровой карьере, да, в тренерской работе, может, ты что-то посоветуешь как-то для тех детишек, для их родителей, которые будут смотреть это видео? Ну, ты знаешь, могу посоветовать только одно. Усерднее работать и на тренировке. Родителям помогайте тренеру воспитывать ваших детей. И помните, что вместе равновременно они рождаются, ими становятся. Круто. Поэтому удачи. Спасибо тебе. Итак, друзья, всем огромное спасибо за просмотр данного видео. Очень надеюсь, вам понравилось. Не забываем также делиться в соцсетях и пальчик вверх, и оставлять свой комментарий. И, конечно же, ждем, ждем новую серию, новую серию данного выпуска большого проекта о детском футболе.